Наша коллега, о которой мы уже говорили, Юлия Семченко, сегодня как раз тоже имеет возможность увидеть, как будет происходить коронация. Сейчас она нам расскажет, как уже и сколько людей собралось для того, чтобы увидеть этот процесс, эти торжества. Юлия с нами на прямой связи. Юля, тебе слово, расскажи более детально. Хотим, благодаря твоим словам и твоему рассказу, тоже немножечко поучаствовать в этой процессе коронации. Здравствуйте, коллеги! Я сейчас нахожусь совсем недалеко от Букингемовского дворца. К сожалению, добраться к нему сегодня не так просто, потому что центр города перекрыт, и люди отправляют в обход. По стандартному пути могут пойти только те, у кого есть специальный билет. Вот сейчас уже большинство людей прошло сзади меня, но вот когда будет идти толпа, я вам покажу. Людей просто огромное количество. Да, собралось просто невероятное количество. Первые зрители стали съезжаться к Букингемскому дворцу еще несколько дней назад, но есть те, кто приехал еще раньше. На прошлой неделе они разбили палаточный городок, поэтому на то, что я смогу занять места в ду, я особо не рассчитываю. У этого мероприятия есть четкий тайминг. В 12.20 по киевскому времени король Чарльз III и королева-консорт Камила в карете, созданные специально к празднованию бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II, покинут Букингемский дворец и отправятся в Восьминстерское аббатство, где в 13.00 начнется обряд коронации. Обратно в Букингемский дворец монархи будут возвращаться в другой, более старой, церемониальной золотой карете, которая весит 4 тонны и использовалась при каждой коронации, начиная с Вильгельма IV в сопровождении вооруженных сил 14 государств Содружества. Церемония коронации завершится выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца и традиционным приветствием. Всего на торжество приглашены 2000 гостей. Это лидеры и члены, мировые лидеры и члены королевских семей со всего мира. Среди них и премьер-министр Украины Денис Шмгали, первая леди Елена Зеленская, которая вчера также посетила торжественный ужин в Кенсингстанском дворце. Она выставила в соцсети фотографию в компании первой леди США Джилл Байден, а также принцессы Уэльской. Погода в Лондоне сейчас достаточно облачная и ожидается, что как раз к началу коронации будет дождь. Но мы посмотрим, сможет ли он испугать толпу тех людей, которые приехали посмотреть и стать свидетелями такого исторического события.